Приветствую всех, я Дарья Счастливая, это мой YouTube-канал, каждую неделю у меня эксклюзив, известный журналист Глеб Яны. Глеб, здравствуйте. Добрый день, Даша. Мы будем сегодня смотреть, обсуждать последние новости. Значит, не должно быть никаких иллюзий, они дадут самолеты и все, что угодно. Значит, у пропагандистов истерика, потому что нам дают авиацию. Давайте послушаем. Окончательно сошел с ума, мы с вами это хорошо понимаем, все наши попытки с ним подружиться, играть на полушишечки, они ни к чему хорошему не приведут. А французы и британцы уже заявляют, что будут учить украинских летчиков, и при этом обратите внимание, как интересно. Они говорят, что они, не-не-не, самолеты мы не обсуждаем, ну хватит дурака-то включать. Ну ясно, что и Макрон, и и Сунок редкие скоты, но не должно быть никаких иллюзий, потому что они дадут и самолеты, и все, что угодно. А то есть, получается, они обучают пилотов, и те будут так бегать по земле и говорить вжи-жи-жи-жи, да ладно. Что скажете, Глеб? Глазки грустные у Соловьева, работает без огонька, ну да, профессионал, выезжает на профессионализме, но прям тошно ему. Вот я по его роже вижу, что у него прям кошки на душе скребут, что он под люка уже думает, да как же бы мне уклониться от этой гаги, да? Да какая нахрен гага? За тобой, Соловьев, будет украинская масса тахотиться годами. Не десятилетиями. Десятилетия не протянешь, товарищ Соловьев. За тобой прям в течение нескольких лет придут. Так что копай скорее бункер, ставь пулеметные вышки, прячься. Вот чего надо-то еще Соловьева. Просто он, наверное, готов и просто думает, в какой стране, в какой стране ему копать. Трудно. Трудно парню. Глеб, не Соловьевым единым, еще Скобеева тут занервничала, потому что авиация, ну не дает им покоя, типа F-16, ну еще не получили, они уже переживают. Солётов они действительно будут, информацию подтвердил в том числе некогда миролюбивый гражданин Франции Эммануэль Макрон. Абсолютно наглая морда вышел накануне и сказал, что мы никогда не позволим себе поставлять Зеленскому никакое оружие, которое способно поразить территорию Российской Федерации. Мы просто поставим Зеленскому орудие ровно такую же ракету, как поставили британцы, она у нас чуть по-другому называется, но это одно и то же, дальностью 290-560 километров. Но это не для того, чтобы угрожать Российской Федерации. Мы-то к Российской Федерации максимально относимся уважительно. Нет, на Россию нападать нельзя, ну то есть обернув какую-то лицемерную, максимально лицемерную обертку, информацию о том, что и самолеты будут. Почему, говорит, будут? Потому что сейчас решение не принято, но прямо сейчас мы начинаем тренировать украинских солдат. Ой, какие они тухлые, ой, какие же тухлые рожи, я давно их не видел. Слушайте, им прям всем вот, они как будто так вот, знаете, плечи согнули, бошку опустили. Особенно смешной там стоит Симоняншин муженек, этот, как его фамилия-то, вы видели, да? Симон Киосаян, если я не ошибаюсь. Он стоит так, глаза вытаращил, слушает эту всю хрень про самолеты и думает, и тогда так вот смотрит, нет, не бомбят еще? Нет, Киосаян, не бомбят, что ты? Киосаян, ты, скорее всего, даже жить будешь. Вот за твоей Марго будет охотиться Моссад украинский, а ты нет. Ты нахрен не нужен. Ты такой клоун смешной, что жить будешь. Так что можешь даже и не запариваться. Ты просто в банку доллары наличные складывай, купи банку крепкую, железную, чтобы она была герметичная. Складывай и закапывай, складывай и закапывай, Киосаян. Тебе же на них еще жить сколько лет счастливо. Но, наверное, без Марго, да. Маргошу у тебя заберут. Украинские мстители у тебя Маргошу заберут. Тут уж не обессудь, старичок. Глеб, вы знаете, вы, мне кажется, вангуете, потому что это следующее видео, которое я хотела вам показать. Послушайте сейчас. Как уже прям забирают. Государственное агентство «Униан» устроило тотализатор на своем сайте о том, кого бы они хотели видеть взорванным следующим. На первом месте там ты, на втором месте там я. Это, напомню, то самое агентство... Респондент, которого Цымбалюк регулярно появлялся на пресс-конференции Путина. Что вот мы вначале радовались тому, что мы берем регионы, а теперь мы радуемся тому, что мы взяли 200 метров. Или там расстраивались, когда уходили из регионов, теперь расстраиваемся, когда ушли из 200 метров. Друзья мои, мы не воюем ни с какой Украиной. Нет Украины уже год с лишним как. Мы воюем со всем НАТО и немножко больше, с 50 странами и немножко больше. Другой вопрос. Знали ли мы, что мы будем воевать со всем НАТО? Вы воюете со всем НАТО и немножко больше. Немножко с боевыми комарами. Немножко, так сказать, с инопланетянами. Немножко с тараканами в своей голове и в голове Путина. Еще с тараканами в головах Ковычуков, которые Путину, так сказать, мозги пудрили годами. Ну, Марго тоже, так сказать, вот она из них самая железная на самом деле. Самая злобная, это самая, господи, это Скобеева. Но Марго была самая умная, самая такая вот, так сказать, жесткая, четкая. Но вот прям тошненькая ей. Ох, блин, как она не загорала. Желтенький лапсердак надела хороший. Не хватало синей ленточки, вы заметили? Цвет подобрала хороший. Вот бы прям синенький бы вот бантик бы завязала и прям вообще бы хороша была бы. И мы бы тут с вами обсуждали бы новый наряд Симонянши. Тухляк у них, тухляк. Очень важную тему подняли. То, что интервью дал глава разведки, наша господин Буданов. И на вопрос, достанет ли Киев Соловьева и Симоньян, его ответ был очень короткий. Очень много кого уже достали. Так он признался в том, что украинская разведка причастна к подрыву публичных лиц в России. Что скажете? И вот это вот рефлексия Маргариты Симоньян. Ну, Буданов хорошо ведет информационную войну, молодец. Кто-то там в Украине говорит, что зря он, так сказать, много говорит, больше надо делать. Да нет, ребят. Шеф разведки, когда что-то говорит, все обсуждают, весь мир цитирует. Молодец, хорошо. Пугать надо этих всех. Чтоб они с тухлыми рожами там стояли в эфире. Чтоб у них там подпекало. Конечно, это все работает. А народ это все считывает. Вот я представляю, вот это вот по телевизору в России, вот эта вот вся тухлятина, так сказать, идет. Все смотрят на них понуры. Все смотрят на понурового этого Киаса Яничка. И думают, ой, ребята, что-то какие-то вы не бойцы, не бойцы. Поэтому нет-нет, тут как бы настроеница у них прям Берлин, 45-й год. Прям вот в полный рост я это вижу. Еще настроение по поводу контрнаступления. Вот как оккупанты, которые сейчас воюют против Украины, как они расценивают контрнаступление вооруженных сил Украины. Маленький фрагмент, и вы прокомментируете. Если сейчас начнется масштабное контрнаступление, так как попытки уже есть, мы в целом сможем каким-то образом отразить его? Или шансов нет? Вам цензурно или нет? Ну, как есть? Нам пи***а. Хорошо, хорошее слово, да. Слушайте, вот сейчас была оглушительная сенсация, как Россия держит оборону около Бахмута. Прям мы все увидели. Это вот там было гениальное видео, когда ваш коптер спасает чувачка, выводит его по окопам. И вот он уже в эфире Осечкина, вот он рассказывает. Два с половиной часа. Я все два с половиной часа смотрел, Даша, оторваться не мог. Это просто фантастическая история чувака, который рассказывает, как его мобилизовали в сентябре. А вот сейчас, 9 мая или 8-го, отдали Вагнеру три бойца, Минобороны, молодые, 21 год, 27-31. Их отдают Вагнеру. Вагнеровец приводит их на позиции ночью. Утром они просыпаются. И их начинают бомбить из минометов. Они видят вот это вот полтора на полтора квадратных километра. Где окопы кое-где есть, а кое-где они уже там. И мы тоже видим, потому что коптер украинский один и второй. Все сняли, мы все прям все-все-все видим. Он говорит, кругом валяются трупы раненые, их никто не забирает. И они, три этих молодых пацана, были ранены в течение трех или четырех часов. У одного сразу перешибло ноги, он покончил жизнь самоубийством. Другого, мы видели видео, прилетает дрон, он его пытается застрелить из автомата. Один рожок расстрелял, достал второй, расстрелял, не попал. Ему бомбочку скинули, у него тоже одна нога. Он раз, дернулся, понимает, что он уже лежачий. И он из автомата кончает жизнь самоубийством. Это видео я смотрю. Вы понимаете, Даша, остается один. У него уже рука перебита, она не поднимается. Он одной рукой молит коптер, не убивай, не убивай. И коптер улетает. А потом командиры подумали, что с ним делать, да, попробуем его вытащить. И они его вытаскивают. И он теперь рассказывает всему миру, как организована оборона Бахмута. Как оказывается, теперь бойцы Министерства обороны их дают вагнеровцам. И вагнеровцы используют их, как просто мясо пушечное. Я раньше все время слышал этот термин «мясные атаки», «мясные атаки». А вот теперь я вижу, что такое мясная оборона. Вы понимаете? Просто из этих двух с половиной часов надо смонтировать очень классное видео на минуту, но это четыре часа работы. Еще на две минуты, на три. Все это вот надо, так сказать, распуливать везде, чтобы до каждого, так сказать, дошло. Но проблема в том, что большинство русских ничего не хотят, ни смотреть, ни слышат. Вот в чем дело. А это прям вот такая картина. Алло, кто в России еще идет в эту армию? Добровольцам или как? Посмотри, что с тобой будут делать. Посмотри, как там воюют, как генералы держат оборону под Бахмутом. Ради чего? Чтобы Пригожин красовался перед камерами и говорил, я крутой, я держу оборону. Вот так ты ее держишь. Бессмысленные, тупые, мясные, оборонительные рубежи, по которым просто летают коптеры и как бы как в тире. И этот пацан, который выжил, говорит, 30 трупов в день. Два месяца, 600 человек на тот свет. Просто чтобы для галочки, чтобы генералы и Пригожин отчитывали, что мы еще держим оборону. Да нахрена вы ее держите? Там поле галимое. Вот вследствие и вслед вашим заявлениям Пригожин заявляет. В том числе, для того, чтобы остановить драпающие толпы военнослужащих российской армии. Подразделение ЧУ. Вот так вот. Толпы, которые убегают. Сегодня есть посвежее. Там такая карта большая под Бахмутом, где уже, так сказать, огромную территорию освободили. Уже украинцы приодвинулись. Там вот около Бахмута было клеще сверху и снизу. А теперь одной клешни уже нету. Вы ее освободили. И Пригожин клемит, говорит, это что такое? Минобороны заявляют, что это как бы плановое оставление позиций, переход на более выгодные позиции. На самом деле это, говорит, просранные позиции. А дальше он матом, так сказать, что они делают. Вот. И прямо это такая классная жесть. То есть прям Пригожин каждый день прям не упустит моментика, чтобы в очередной раз не ударить по советской армии. Да, да, советская армия, я не оговорился, абсолютно советская. Которая просто утилизирует солдат. Ох, блин. Да, это видео старое за Скобееву, но я все равно считаю, что оно актуально, потому что оно говорит о панических настроениях на самом деле в России. Уныние, уныние, грех, победа будет за нами, в этом никто не сомневается. Но надо сохранять трезвомыслие и адекватность. Ситуация максимально серьезная. Такой серьезной, наверное, не было никогда. Это война. И мы воюем не с Украиной, мы воюем с НАТО. Все серьезно. Да, да, вы воюете с НАТО, с боевыми комарами. Все очень серьезно. Конечно. Скобеева, для тебя все серьезно. Еще как серьезно. Нет, нет, у нее совсем прям вот пропал вот этот драйв, у нее уже испуг. Прям вот испуг. Серьезно? Серьезно? Защитите меня кто-нибудь. Белгородские бабушки пишут, заявляют, видосы Путину. Путин, эвакуируй, нас нахрен тут летает, а Скобеева там в эфире. Все серьезно? Все серьезно? А ты как хотела? Ты думала, все будет понарошку? Я хотела бы еще... Смотрите, вот я тоже готовюсь к интервью с вами, прочитала в телеграм-канале. Путин в поисках вундерваффе. Икону Троицы забрали из Третьяковки и отдали Гундяеву. Значит, искусствоведы, реставраторы в шоке, но их мне никого не интересует. Значит, в чем суть? Троицы, самая чтимая РПЦ икона, написана Андреем Рублевым, в период с 1411 по 1427 год для Троицкого собора. Икона хранилась в Третьяковской галереи при строгом соблюдении температурного режима. Но, значит, в 22-м году ее по просьбе Гундяева передали для богослужений. И все... Вот Вадим Денисенко уверен, что на самом деле Путин хватает соломинку. Он считает, что передача иконы – это начало поиска вундерваффе, чудо-оружие, на которое уповает верхушка. Значит, тогда это рейха, а сейчас вот хотят расисты это сделать. Что скажете? Потому что РПЦ просила эту икону десятилетиями, но решение было отдано только в 22-м году. Ну, логика Путина – Троица обладает сакральной силой только в церкви, а России лично Путину нужны нерациональные вещи, поэтому самая известная икона должна отработать по полной. Так считает Вадим Денисенко, наш эксперт. Это все язычество. Где Путин и где православие. Это на двух разных сторонах всего. И он надеется, ну, вдруг там действительно какая-то сила есть, ну, давай отдадим, ну, может кто-нибудь там помолится с нею, так сказать, в церкви, что-то от этого произойдет. Он уже не знает, вот кому еще, чему молиться. Все говорят, что он там, так сказать, с Шойгу в Тайге к шаманам обращался. Да хрен их знает. На всякий случай. Знаете, у них такая, так сказать, логика у этих вот старых ЭГБшников. Мы типа ни во что не верим. О, давайте перестрахуемся, а вдруг что-нибудь где-нибудь прокатит. Ну, может быть, где-нибудь у вас что-нибудь прокатит. Это все настолько пустое, вы понимаете. Икону, наверное, все-таки попы не успеют угробить. Вернется она в музей, будут ее хранить, как положено, со всеми, вот, так сказать, этими правилами. Свет, влажность, давление, все на свете. Вот, поэтому некоторое время там у Гундяева она где-нибудь там полетает. Все это вот, понимаете, такие телодвижения, они выдают только-только слабости. Вы понимаете, ничего у них нет. Войну надо заканчивать. Путин, Алё, подними лапки, скажи, да, не получилось. Да, НАТО нас победило. Выводим войска. Нет, продолжают воевать. И как? Мы же это видим. Я же говорю, вот для меня это настолько откровение. Я вот до этого видео с этим зэком все время и вот в вашем эфире говорил, что не надо убивать Пригожина. Он расшатывает режим. А сейчас я вижу, да, Пригожин это мясная фабрика, бессмысленная, которая просто утилизирует русский народ. Поэтому его надо как можно быстрее грохнуть. Потому что, так сказать, вагнеровцы, которые привезли этих трех пацанов на позиции, сказали, не вздумайте убегать, сзади наши пулеметы. И ушел вагнеровец. Клеб, в Санкт-Петербурге на крышах домов начали дежурить полицейские. Охотятся за дронами. Посмотрите. Можете комментировать, если что. Да это показуха чистой воды. Дроны маленькие, город большой. От того, что там вы каких-то полицейских нарядили в форму и поставили, ничего вы не собьете. Да, да, да. И флаги там красные. Сейчас вот я смотрел перед эфиром видео, летит такой большой дрон где-то в Подмосковье. Дмитровское, что ли, Дмитровское шоссе. Где-то там. Здоровый такой, знаете, крылья у него. Не такой маленький, вот которым, так сказать, которым вывели, между прочим, которым бомбочки сбрасывают и которым вывели этого пацана. А прям такая огромная, прям самолет. Его прям видно, так сказать, вот там 16-этажная башня, и он там еще выше, и успели его в кадр поймать. Вы понимаете? Ну и что? И что в него не стреляют там полицейские? Куда он летел? Прям такая очень серьезная история с этими дронами. Нет-нет, путинский режим это сплошная показуха. Это вся советская власть такая. Им надо по любому вопросу отчитаться. Мы работаем. Все. А то, что на самом деле они никакого результата не достигают, доплевать. Так устроено все это вот тупое самодержавие. 400 лет подряд, везде, всегда. Главное отчитаться. Главное прокукарекать, а там хоть не расцветай. Есть еще одно видео, которое я хочу вам показать без комментариев. Вы прокомментируете. Придеть весь мир. Ребята, избавляйтесь от доллара. Скоро Америка объявит дефолт. И всем придет гранты. Экономики все упадут. А это очень плохо. Особенно вот это с красными волосами. Гениальная специалист. Она должна была как-то доллары еще веером так достать, сказать. Вот они. Смотрите, а мы избавляемся. А вы еще с долларами сидите. А все уже, так сказать. Надо не доиграли. Бабоньки не доиграли. Все-таки плохой у них был режиссер-постановщик. Какой-то вот не старался. Видимо, режиссеру-постановщику уже все понятно. Ой, как смешно. Да, будет дефолт Америки. Но не скоро. Это несколько лет. Да, действительно. Правы бабоньки. Надо избавляться от доллара. Знаете, когда? Где-то вот перед выборами Байдена, я хотел сказать. Перед выборами в Америке или после выборов. Где-то вот в этом районе. Потому что они весь следующий год будут печатать доллары как подорваны. А вот в этом году доллары в цене. Прям держи в руке. Прям вот помяните мое слово. Вот сейчас вот доллар дешевле евро. Через 4 месяца они будут один к одному. А может быть даже доллар будет дороже евро. Вы понимаете? И вся любая вот актива везде во всем мире, они будут в долларах дороже. Недвижимость в Америке уже падает в цене. Это уже прям вот фиксируется. В Европе будет то же самое. Поэтому, ребятки, доллар вот в этом году до Нового года. На Новый год наличный доллар. Лучший подарочек вашему ребеночку. Так что бабоньки с красными волосами пусть избавляются. Экс-министр экономики Российской Федерации выступал и решил дать мастер-класс и лайфхак. И Глеб Янеф сейчас этот лайфхак оценит. Но поскольку так называлось одно из моих публичных интервью, я решусь ее произвести не то плохо, что мы в ЗОПе, а что мы решили в ней обустраиваться. Да-да, я видел это заявление. Он, я не пойму, да. Да-да-да. Ну, может, он специально, чтобы, так сказать, не запикивали ни на каких каналах, которые боятся этого слова. Что жопа есть, а слова нет. Да, вот как-то так. Ну, слушайте, Нечаев, так сказать, давно уже свободный человек, так сказать. Он может говорить все, что угодно. Вот, не знаю, где это он это говорит, но, так сказать, как бы, говорю бывший. Тут более важно, вот там вот ловят Чубайса, который не очень бывший. Его ловят в Израиле, так сказать, фотографируют. Да, и сразу все, кому не лень, начинают писать во всем виноват Чубайс. А я одновременно слушаю Альфреда Коха, который каждую неделю записывает большое видео с Киселевым. Тем самым НТВшником Киселевым, которого вы в Украине хорошо знаете. Он у вас уже много лет работает. И они вот рассказывают один ролик, один год. И вот сейчас вышел у них 95-й год. Ох, жесть. 95-й год, это как раз война в Чечне, все эти обострения, вся вот эта жесть. Во всем виноват Ельцин. Ребята, ну просто пипец какой-то. Чего вы до Чубайса докопались? Хрен с ним, ладно. Пусть ловят в кадр Чубайса. Я хочу призвать всех вот наших братьев-эмигрантов, которые по всему миру ползают. Если где-то встретите Таню или Валю, это дочка Ельцина, Татьяна Дьяченко. Она уже сейчас носит фамилию Юмашева. И ее муженек, Валентин Юмашев, там бывший, там при приедце не то сё, 5-10-е. Ну, в общем, взять. Они привели Путина к власти. Вот их фоткайте. А если еще сумеете вопросик задать, вы их спросите. Таня и Валя, вы зачем Путина к власти привели? И неважно, что они ответят. Вы, главное, прокукарекать, вы понимаете? Вот хайпанете прямо. Это будут десятки миллионов просмотров везде у всех. Будут друг друга перепощивать. Таня и Валя, запомните, для тех, кто не знает, да. То есть Татьяна Дьяченко. Посмотрите ее фотографию, чтобы вы ее узнали. Если встретите ее в Израиле, или в Эмиратах, или во Франции, обязательно прямо носите с собой фотографию, сравнивайте. Она, не она. И фотография. И Юмашева. Да, Валентин Юмашев. Да, я читала «Время Березовского» Петра Авена. Достаточно мощная книга. Там очень много об этом они писали. Действительно, о том, как они привели Путина к власти. Значит, Россия на самом деле борется с сатаной. Об этом уже говорят. Вот я посмотрела видео в телеграм-канале. Значит, ключевая история. Десатанизация. Значит, они пытаются бороться с сатаной. Каким образом? Кто сатана? Внимательно. Степень той важности, необходимости, отчасти опасности для нашего государства с той сатаной, с которой мы столкнулись. А сатана реальный. И причем он не один. Не только это Украина. Украина – это руки. А голова-то всего – это гидра. Она находится в другом месте. И мы должны с вами это четко понимать. Победим мы. Глеб, что тут не дать, не взять, не добавить? Что ж тут сказать? Не-не-не. Все очень серьезно, Даша. Действительно, Россия борется с сатаной. Сатана сидит в душе русских людей. Вопрос в каждом или не в каждом. Есть ли хорошие русские, в душе которого нет сатаны? Не знаю. По крайней мере, те, у кого в душе сатана есть, таких очень много, мы их видим. Они стреляют. Они убивают. Бучу устроили они. Путин. Весь его совет безопасности. Вот эти страшные пропагандисты. Все эти страшные рыла. Ну, в каждом сидит сатана. И так уже 400 лет подряд. Это страшная вещь. Абсолютно с сатаной бороться дико трудно. Непонятно как. И даже когда рухнет режим. Совсем не факт, что, так сказать, тут как бы ангелы возьмут в руки оружие и пойдут наводить порядок и мочить сатану. Чего-то я не уверен. Да, это правда. Я тоже с вами. Это, конечно. И знаете, что? Получается, что когда мы обсуждаем Россию, то мы очень многие отделяют Россию от Путина. И вы считаете, что есть путинизм, есть Россия. И тут ключевой вопрос. Глава управления разведки, Минобороны, он говорит о дворцовом перевороте. Значит, он отвечает на вопрос журналиста. Возможно ли дворцовый переворот? Он отвечает да. Значит, вопрос был такой. Могут ли Путина устранить табакеркой, ну это ссылка на убийство императора Павла I, которого забили золотой табакеркой, и установить в России новый режим, непутинский. То есть непутинский режим. Он ответил да. Что вы считаете? Да, конечно. Но должна быть табакерка, табуретка, да, должна быть такая, прям вот очень прицельная, потому что у этого человека будет только один удар. После этого его убьют. Я не знаю, как организована у Путина охрана. Я подозреваю, что те, кто вот рядом с ним находятся и контачат, они, наверное, без оружия. Ну, по крайней мере, когда он там в бункере или в каких-то таких закрытых местах. И есть какое-то второе кольцо, которое, наверное, держит на мушке тех, кто рядом с Путиным. Чтобы вдруг никто из них случайно не решил убить сатану, понимаете? Чтобы вдруг в ком-то из них не взыграло вот это вот елки-палки, как достали, сколько можно убивать детей. Достал пистолет и убил сатану в Путине, да, в одном отдельно взятом. Вот поэтому какой-то такой, так сказать, даже это не дворцовый переворот, а чего? Это просто, так сказать, одно убийство одного, так сказать, пацана. А в заговор генералов я вот не верю. Нет-нет, то есть просто на фронте должна быть просто какая-то полнейшая безнадега. Сейчас еще рано. Да, Абуданов прав просто, когда это все произойдет. Следим за тем, как будет, так сказать, развиваться ситуация на фронте. Да и то, сколько раз мы говорили, что Путин просрет всю войну, и Крым освободит, и все на свете, а при этом все равно может запереться в России, сидеть там, держать свой народ. И вот этих вот денег, выручки от нефти и газа, ему все равно будет хватать на его бункер гребаный. А сколько там народу достанется денег, ему все равно. Вы знаете, Глеб, я вам со многими военными аналитиками говорила. Они сказали, что действительно вооруженные силы Украины могут пойти в контрнаступление, или в наступление, правильно будет сказать так, как никто не ожидает, с заходом на территорию Российской Федерации. То есть они будут деоккупировать Донбасс со стороны России. Это мне сказал не один военный аналитик, но в России уже вот среди пропагандистских медиа, у них уже действительно истерика. Я предлагаю послушать фрагмент, как они считают, что мы, Украина, захватим территорию России. Вот что у них за мысль? Послушайте. Управление разведки Министерства обороны Украины на медне учредило медаль за воссоединение земель слабожанщины. Для понимания это Белгородская, Курская, Воронежская и Брянская области Российской Федерации. Поэтому аппетиты неумерены. CNN сообщает о том, что Великобритания все же поставила Украине ракеты Storm Shadow с дальностью стрельбы до 560 километров. И мне представляется, что этот украинский контрнаступ, многократно анонсированный, уже на самом деле давно идет. Иначе с чем связать серию террористических актов и диверсий, которые проходили на территории России в первой декаде мая и должны были также быть перенесены на территорию Беларуси. Но Отечественный комитет государственной безопасности просто-напросто пресек, вовремя задержав и диверсантов, и подназначавшиеся для них смертоносные грузы. Красивая история, но слишком сложно. Это тоже, вот это вот говорильня на эту тему, это тоже отвлекающий маневр. И хорошо, что русские на это ведутся, это обсуждают. Пусть ведутся, пусть обсуждают. Просто я вообще не уверен, что кто-то сейчас стремится освобождать Донбасс. Вот не до Донбасса. Есть сухопутный коридор на Крым, есть перешеек, есть сам Крым. Вы понимаете, это куда более такая легкая мишень, имиджево более выгодная, выигрышная. А Донбасс это вот такое вот, так сказать, тяжелое очень вот болото, в котором эти бетонные бесконечные укрепления, эти железные дороги, связывающие с Россией. Очень тяжко. Тем более заходить еще с той стороны, со стороны России. Не-не-не, не верю, это все очень сложно. И я говорю, вот мне очевидно, что творится на фронте, вот по истории этого парня, который, так сказать, спасся чудом из-под Бахмута. И поэтому я понимаю, почему украинская команда мне медлит с любым наступлением. Потому что время работает на Украину. Мы-то с вами думали там месяц, два, три назад, и все говорили, ой-ой-ой, время работает на Путина. Потому что у Путина огромная сторона, Украина чуть поменьше, и поэтому как бы у Путина ресурсы больше, да нифига они у него не больше. Вы посмотрите, что перемалывают и перемалывают, а Украина получает все более эффективное оружие. И учатся им управлять. Нет-нет, время работает точно на Украину. Не говоря уж о том, что мы видим, как эти дроны охотятся. Вот эта вот чудесная территория под Бахмутом, которую, судя по всему, и освободили сейчас русские войска, просто взяли и ушли оттуда. И мы видели прямо вот в этих кадрах, там прямо один дрон и другой. То есть один боевой, один наблюдательный. Это вот эти кадры, которые охотились вот этого одного, они тебя спасли, а другого его другана, так сказать, убили, потому что он стрелял в дрон, так сказать, из автомата. Мы же видим, как вот один летит, один снимает, другой мимо пролетает. Это все вот идет вот эта вот работа. Вы понимаете, как в тире, дистанционно. И видели этого парня украинца, который управляет этим дроном. Вы понимаете, он компьютерщик, у него деньги есть. Когда началась война, он отправил семью в Европу. Мог бы и сам уехать, он остался. Пошел добровольцем в армию. Его не брали, потому что опыта нет. А потом создали вот эти вот спецподразделения по управлению дроны и так далее. Они же очень эффективны. Потому что, ну, потерь ноль, а при этом, смотрите, месяцами работают, как в тире. Вы понимаете? Ну, соответственно, на кого работает время? Под Бахмутом. Друзья, поставьте лайк этому видео, напишите комментарии, откуда вы нас смотрите. Подпишитесь на мой YouTube-канал. Если смотрите на нас, телеканал прямой, нажмите на название, там будет возможность это сделать. И подпишитесь на YouTube-канал Глеба Пьяных. Там очень много интересной информации. Глеб, мы с вами начинали наше интервью с авиацией. То есть вот сейчас будет авиационная коалиция, которую объявил Зеленский. Но я бы хотела еще, чтобы мы с вами поговорили про ракеты. Почему? Потому что, во-первых, Storm Shadow Британия нам уже поставила дальнобойные ракеты к контрнаступлению. Далее Макрон сделал заявление, что Скальп тоже будут поставлены. Это тоже дальнобойные ракеты. И, конечно же, Скобеева и Россия сразу начинают задавать вопрос, а по кому или почему будут бить ракеты? Кто пострадает, территория России или нет? Предлагаю послушать, и вы прокомментируете. Понимание огневое поражение противника. Противник мы, дальность 300 километров, бить будут вглубь территории Российской Федерации. Это что, цель аэродрома? Какой можно сделать вывод? Военная. Во-первых, не 300 километров. У ракеты Storm Shadow, кстати, предприятие-производитель скрывает точные данные, точные тактико-технические характеристики этого изделия. Там минимальная цифра 550, а с подвесной... Все верно, все верно. Про 300 километров говорил Подоляк и имел в виду беспилотники. Storm Shadow 560. Там даже до тысячи. Причем там очень мощная боевая часть, почти 500 килограмм, если быть точнее, 460. И в зоне досягаемости этого изделия находится и Новороссийск, и Сочи, и Ростов-на-Дону. Сочи, Ростов-на-Дону, Новороссийск. Сочи, хорошее вы мне напомнили. Я об этом не думал. Там же есть этот знаменитый дворец Путина в Геленджике. Если туда прилетит такая вот ракетка... О-о-о! Мне кажется, русский народ не огорчится. Наоборот. Как раз вырастут просмотры на знаменитом ролике Навального, где этот дворец весь изнутри показан. Ух, ребята, крутая будет история. И неважно, что там взорвется. Главное, чтобы он вот туда долетел, и неважно что. Потому что понятно, что там бункер на 15 этажей под землю. Все там у него будет целехонько. Даже каток не пострадает. Ну, какая-нибудь там трансформаторная, то-сё. Да-да-да, много. Ну, если серьезно, мы же видели массу уже этих вот карт, где Крым, и на нем 30 примерно важнейших военных объектов и баз. Точек хранения. Вот, собственно, это, так сказать, и реальные цели. Просто те, кто их опубликовали, они сделали такой дисклеймер, что это мы для того опубликуем, чтобы, как бы, народ, простые мирные жители держались подальше от этих военных баз. Потому что по ним будет удар, и вас может зацепить. Ну, такой изящный дисклеймер, согласен, признаю, но вот они цели. Исчез Путин. Значит, Медуза, по-моему, или агентство медиа, не помню, какая из них медиа, написала большой материал текстовый о том, что Путин всегда исчезает на очень долгий период времени, когда какая-то турбулентность есть. То есть сегодня политикой в России занимается всё активнее кто угодно, только не Путин. Медведев, Пригожин, Волозин, Патрушев, военные блогеры, журналисты. Президент же как будто взял самоотвод, полностью погрузившись в секретные военные геополитические дела, вот он только с бумажки прочитал во время парада свой текст, и всё. Что происходит, почему, и какие это создаёт для него риски? Как вы считаете? Ну, я уверен, что у него прям очень плотный график. Утром проснулся в бассейн, потом надо в хоккей поиграть. Понимаете, в каждой его резиденции и на Валдае, и там везде есть и бассейны, и хоккейные площадки, и просто некогда вообще голову поднять. Поэтому он многие вещи, конечно, не знает. И он, в частности, не знает, как его поливали дерьмом Иосиф Пригожин и этот олигарх Ахметов. И поэтому, так сказать, жена Пригожина, Валерия, праздновала юбилей в Кремлёвском дворце съездов, давала концерт, как ни в чём не бывало, как будто и не было всего этого словесного поноса. Нет-нет, Путин всегда уползал в нору, когда ситуация у него хреновенькая и ждёт, что будет, когда она как бы рассосётся. А она уже не рассосётся. Она уже с каждым днём будет всё хуже и хуже. Пригожин не даст соврать. Китай. Мишустин едет в Китай, берёт с собой миллиардеров. Олег Дерипаско. Говорят, что среди них будет Андрей Гурьев, Андрей Мельниченко, Дмитрий Помпянский, Александр Мардашов. Значит, на следующей неделе будет этот визит в Китай. Об этом пишет Bloomberg. Для чего едут в Китай? Почему он собирает этих полмиллиардеров? Что скажете, Глеб? Совсем не могу понять. Ну, мне кажется, это надо изобразить им, так сказать, что мирный процесс идёт своим чередом. Ох, не хотели, я думаю, туда ехать все эти миллиардеры. Им такой пиар нахрен не нужен. Им хочется спрятаться и вообще не выползать. А их, видимо, достают и говорят, давайте будем заниматься внешней политикой. Не надо, ребята, отсиживаться. Вы представляете российскую индустрию. Да, интересно, они там под санкциями все, не все. Я не помню, если честно. По-моему, они все под санкциями. Поэтому, в общем, и каждая новая вот такая публичная... Ну да, вроде бы встречаться с Синьцзиньпинем не за шква, но как будут это американцы потом трактовать и европейцы, одному богу известно. Нет-нет, всем хочется отмазаться от санкций, всем этим нашим миллиардерам. А с каждым днём это всё становится труднее и труднее. И дальше будет труднее. Некоторые надеются, что они вот отсудят, потому что реально судебная система там в Европе и в Америке независимая. Ну, знаете, независимая, независимая, но есть предел уже какому-то вот этому вот крючкотворству. И когда вот уже все, так сказать, понимают, что миллиардеры в России, ну, служили они Путину или просто деньги зарабатывали, это всё равно, это были, так сказать, так или иначе опоры режима, никуда им от этого не деться. Вот. И, так сказать, если они раньше не отползли, или если, так сказать, раньше у них ГБшники не отняли бизнес, как у многих, то вот поэтому, ребятки, вы теперь с Путиным будете тонуть в этой лодке вместе, деваться уже некуда вам, вы спрыгнуть уже не можете все. Все, кто могли спрыгнуть, спрыгнули раньше, но, как правило, не по доброй воле, а именно чекисты у них отнимали бизнес. Спецпредставитель Китая в Киеве, вот его визит в Киеве, вы считаете это результативно вообще? Да, а дали его турне, естественно, что будет и Польша, и Франция, и Россия. Зачем, для чего, какой будет результат? Вообще не могу даже всерьёз придавать значения и фантазировать. Вы понимаете, вот это визит, понимаете, сложное такое слово, визит. А что, обсудить без визита нельзя, всё, что надо, у вас что там, закрытой связи нет, работа идёт. Я уверен, что Китай оружие России не поставляет, снаряды не поставляет. А какие-то там суперчипы, которые нужны России, их у Китая нет. Их делает Тайвань и продвинутые страны, и главный производитель, например, все станки для производства чипов, я вот рассказывал, делает одна голландская компания на весь мир. А заводы по производству этих чипов находятся в Тайване. Тайвань, мне кажется, больше на Америку ориентируется, чем даже на Китай. И Тайвань точно не будет ничего поставлять России, хочет там Китай, не хочет. Китай может какие-то там чипы поставить, знаете, которые там... В России же говорят, что там проблемы с карточками для... с чипами для банковских карточек и даже для... в метро проход билетики или что они там... Может, уже наладили, не знаю, такие сообщения были еще в прошлом лет. Вот. Вот, может быть, такие чипы Китай может поставить, но они какого-то там позапрошлого каменного века, понимаете, это допотопные. Их никуда для каких-то серьезных вещей использовать нельзя. Поэтому, мне кажется, все это, так сказать, пустая говорильня, показуха, попытка изобразить, что у нас тут работа кипит, у нас тут с Китаем взаимовыгодная экономика. Какая нахрен экономика? В завершении нашего интервью последняя информация вовсе президента подтвердили, что президент ЮАР хочет приехать к Зеленскому с мирной инициативой. Вот это их история. Пока что контрнаступление... Вы знаете, вот пока наступление вооруженных сил Украины не началось, начинают писать все СМИ, что эти мирные инициативы, Китай, ЮАР и ракетный обстрел каждодневный украинской территории моей страны именно для того, чтобы остановить это наступление. И вот уже, пожалуйста, ЮАР с мирной инициативой. А я вот не знаю, у Зеленского в администрации президента есть специальный такой вот вход для людоедов. Пока нет. Желающие людоеды, у которых есть какие-то мирные инициативы, что они могут вот сюда вот прям входить, там их запишут на прием, они там изложат, что у них там накипело. Вот не знаю. Я этого ЮАР всерьез никак не могу воспринимать. У него настолько тяжелая ситуация, они довели свою страну, некогда, в общем, крутую и серьезную, до полной ручки. Они же там, так сказать, в каждую компанию норовят сажать совет директоров и чуть ли не в руководители обязательно чернокожих. И специалисты были белые. Теперь вы напихали черных только по цвету кожи. А качество управления? Там воды в Йоханнесбурге нет. Там прям вот проблемы с водоснабжением. Там нужно резервуары наполнять, нужно их, так сказать, регулярно отстраивать, там, модернизировать. А там, как только этот водоканал перешел под управление вот этих вот расово правильных ребят, как там нас американцы учат все называть правильными словами, назовем их расово правильные. Ну вот там начался, так сказать, экономический такой пипец, что поэтому куда там с какими, так сказать, там инициативами полезет этот вообще пустое. Не знаю, может ему Путин денег каких-то дал? Вот я это все тоже слушаю про эти инициативы и думаю, ну может действительно Путин может закинуть миллиард долларов за то, чтобы вот, так сказать, какой-то там африканский президент засуетился с какими-то мирными инициативами. Блин, по-моему, это такие выброшенные на ветер деньги. Ой. Илья, благодарю вас за это время, что вы уделили моему YouTube-каналу, телеканалу «Прямой». Друзья, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий, откуда вы нас смотрите, поддержите YouTube-канал «Глеба Пьяных», поддержите мой YouTube-канал, подпишитесь на них. Если смотрите у нас телеканал «Прямой», нажмите на название, там будет эта возможность. Таким образом, вы позволяете нашему видео, чтобы нас увидело больше человек. Глеб, спасибо вам большое и надеюсь, за следующей неделе там будем тоже анализировать свежие события, также остро и непосредственно. Спасибо, Даша. Классно вы сделали с видосами. Субтитры сделал DimaTorzok